Вознесенская Давидова пустынь 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 На свои руки взял Христа Богомладенца Принесшего Матерь Божия в храм И это было лишь возможно тогда Когда человек свою жизнь Посвятил ожиданию встречи со Христом Как им было ангелом сказано Так и человек Каждый человек, который приходит в этот мир, он имеет своей целью пройти этот период жизни, временной жизни, для того, чтобы иметь жизнь вечную, для того, чтобы в этой жизни иметь встречу со Христом. И Господь, обращаясь к людям, говорит, чадо, дай мне сердце твое, потому что из сердца исходит всякий грек, всякая скверна, всякая нечистота. Мы сегодня живем головой, а должны жить сердцем, а в голове у нас должен быть определенный опыт, опыт церкви, опыт отцов святых, опыт наших родителей, опыт нашей истории, для того, чтобы мы могли преодолевать многие искушения, многие беды. И вот когда человек имеет воздержание, воздержание поста, когда он пост совмещает с молитвой, когда он имеет желание встретить воскресшего Христа, ощутить его в своем сердце, тогда человек в этот период начинает осознавать о своих немощах, о своих страстях, о своих привязанностях. Он начинает понимать, кто он есть внутри. Это очень важно и главное. Когда человек осознает свои возможности, когда человек видит свою перспективу, когда человек видит цель жизни. Цель жизни для верующего человека — это быть со Христом, соединиться, вернуться в то место, из которого человек был изгнан за нарушение поста, за нарушение воздержания. Поэтому, когда мы встаем на этот подвиг, именно на подвиг периода поста, то мы, конечно, имеем целью встречи в своем сердце со Христом. Не знание поста, не период какого-то поста, а именно встреча со Христом. Конечно, сегодня многие задают вопрос, как сегодня поститься. И мы ставим перед собой тоже монашествующий этот вопрос. Конечно, период встречи с постом в моей личной жизни начинается еще с младенчества. Когда мы, будучи маленькими детьми, по воспитанию родителей наших, отца Протерегия, один был священником, и мамы, имели пост. Вот сегодня, встречаясь со студентами, я говорил о том, что в период поста мы не ели даже и сладкие конфетки. Постные леденцы имели воздержание только в субботу, в воскресенье, когда нам давали. Безусловно, это был период воздержания и в пище. Но в пище мы воздерживались, и это воздержание совмещалось и с распорядком дня. Конечно, сегодняшний ритм жизни, он, может быть, не дает такой строгости, но понимание поста должно быть обязательно. Имея при монастыре воскресную школу, я всегда задавал себе вопрос, а как вот детям поститься? Когда мы так строго постились, и могут ли сегодняшние поколения так поститься? И несколько лет назад период каникул школьных совпало с периодом первой недели Великого поста. Когда в монастыре достаточно долгие богослужения, они начинались у нас в 6 часов утра и заканчивались в начале первого, потом вечернее богослужение. Правда, между богослужениями у нас нет никаких послушаний, за исключением трапезы, дежурных по храму. И вот пять алтарников вместе с одним родителем согласились на этот период поселиться в монастыре. И для меня было очень важно посмотреть, что-то изменилось или не изменилось в жизни. И эти дети вместе с нами вставали, они были все до 14 лет возраста, они вставали, шли на правила. И надо сказать, что один парень приходил вместе со своей мамой к 6 часам утра из поселка. То есть вставал он как минимум, наверное, половины шестого, а то и в 5 часов. Они стояли всю службу, они по окончании богослужения имели возможность пойти по желанию на братскую трапезу. Первой неделе у нас кто хочет приходит, где сухоедение. То есть вареная картошка, огурцы, свекла, морковка, хлеб без масла, без растительного, без первого. И вот первый день я вспоминаю, когда они после богослужения веселые, пошли, покушали, еще даже на улице где-то побегали, силы были. На второй день они немножко стали ограничивать себя между богослужениями, свой распорядок дня. А на третий день уже у них было желание помолиться, покушать и пойти в келью. Какая-то подвижность такая немножко исчезла. После исчезновения вот этой подвижности начинает приходить немножечко осознание, понимание, а зачем я это делаю. А какая польза мне от этого будет? Для чего? Для тела, для души. Как это отразится в моей жизни? И могу сказать, что они все 4 дня, когда мы совершали чтение канона Андрея Критского, и в пятницу на прежде священной литургии все молились, все были. А на вечернее богослужение уже в пятницу они попросили, помню, батюшка, можно мы на коленочки встанем? Я не запрещал им, но ждал от них вопросов. И вот они встали на коленочки, на коленях не смогли простоять, облокотились на ручки, потом на локотки, на пол, а потом заснули и даже захрапели. Это было очень, знаете, так умилительно. И поэтому сегодня период поста. Каждый человек может держать по-разному. Зависит от многого. Зависит в том числе и от того образа жизни, того распорядка дня, который находится в семье этого человека, этого ребенка. Родители поддерживают или не поддерживают? Понимают родители это или не понимают? Но в целом, конечно, любой родитель, любой ребенок вместе с родителем может подойти к священнику, рассказать о своих опасениях, рассказать о своих переживаниях, каких-то, может быть, болезнях, каких-то обстоятельствах. И то, что скажет священник, в какой мере соблюдать пост, это будет правильно. И не нарушив слова священника, ребенок и родители не нарушат пост, потому что они будут делать это по благословению. Конечно, просто иметь воздержание в пище, но это не является целью поста. Это диета. Здесь никаких нет сложностей. Конечно, есть у кого-то болезни, которые необходимо учитывать при рационе пищи, приема пищи. Но все это достаточно просто и сегодня доступно священнослужителям для того, чтобы иметь и период поста перед своими глазами, иметь период воздержания в пище и иметь воздержание в каких-то увеселительных моментах, в каких-то мероприятиях. То есть сегодня количество священнослужителей дает возможность каждому человеку по силе своей. Безусловно, нельзя только логически рассуждать, вступая в период Великого Поста. Потому что если мы будем отталкиваться от того, что нам видится, по-человечески, а где же тогда помощь, поддержка, где же тогда вера? Мы какой-то период своего внутреннего мира, своего подвига должны оставлять на помощь и на участие Бога в жизни, как ребенка, так и взрослого священнослужителей Церкви и всего человечества. А почему мы постимся именно перед Христовым Воскресением? Ну, если мы с вами посмотрим период Великого Поста, то получается как раз без Страстной недели это десятина от года поста. Мы знаем, что церковный календарь состоит из праздников. Есть праздники двунадесятые, великие праздники. И, конечно, праздников праздник — это Пасха. Если человек приглашает к себе в гости, например, соседа или подруга, то они пришли, сели, чай попели и достали. Если какой-то праздник у человека он приглашает, то он уже начинает как-то готовиться. Чем больше праздник, тем больше идет подготовка. Вот праздник Пасхи — это есть праздников праздника. Это то, что Господь максимально мог дать человеку. Это победа жизни над смертью. Это победа над грехом. Это освобождение от уз наших страстей. Человек иногда не понимает, что такое страсть. Человек живет какой-то радостью, человек живет какой-то привычкой, от которой он получает радость. Но он не понимает иногда, что эта привычка является временно радостной. Потому что она в своем перспективе дает печаль. Она дает разрушение как и нравственной жизни человека, так и его организма. Поэтому, конечно, когда мы готовимся к празднику, то мы должны посмотреть и навести порядок в своей жизни. И насколько хватает у меня сделать ремонт. У кого-то хватает полы покрасить, у кого-то стены, у кого-то вообще полный сделать капремонт. Так и здесь человек должен посмотреть свои возможности, свое состояние, для того, чтобы максимально, максимально хотя бы этот период посвятить пониманию тому, что у него будет встреча с воскресшим Спасителем. Что бы Вы порекомендовали тем, кто пасится в первый раз? Вы знаете, ревность, желание быть участником жизни церковной, устава церкви, оно должно быть умерено. Если человек имеет желание встать на этот путь и идти, то Господь его потерпит. Он ему даст возможность достичь совершенства. Ведь награда приходит не человеку, который начинает подвиг, а человеку, который завершает свой подвиг. Вот человек, который первый раз пастится, ему надо, как мы сегодня, например, общаясь со студентами, я сказал, ребят, ну давайте мы с Вами просто маленько сделаем такое дело, но для каждого из Вас это будет подвиг, период поста. До Пасхи мы перестанем ругаться матом. Это были и школьники определенные, уже старшеклассники, и представители студенчества с техникума. Вот перестать ругаться матом. Есть у ребенка какая-то радость, есть какая-то привязанность, есть какой-то обычай, традиция. Надо посмотреть, что я могу дать Христу. Вот когда человек отдает, мы хотим, например, простите, такой простой, понятный, мне кажется, пример, мы хотим заработать копеечку, денежку. Да? Мы взяли в банк, положили определенную сумму. С этой суммой мы получим проценты. Чем больше мы положим, тем больше мы получим проценты. Конечно, мы можем у кого-то своровать и положить, но какие проценты и как это нам потом обернется, неизвестно. Поэтому каждый человек, что он хочет от Христа? Так он и должен. Я могу, вот я начинаю, Господи, прости, но у меня нету сил, нет веры, нет понимания. Помоги мне начать этот пост. Подойти опять так же к священнику, посоветоваться в храм, в который он максимально часто ходит. Безусловно, если это ребенок, то без согласия родителей этого делать не надо. Ребенок должен высказывать свое желание, свое мнение, безусловно. И родители должны увидеть это доброе зернышко, это семью веры. И они должны поддержать его. Если человек научится с младенчества, с юношества иметь определенное воздержание, то когда он вырастет, он не переступит многие рамки, которые потом могут обернуться болью. Ведь чем дальше человек уходит от источника тепла, тем холоднее становится ему. Чем дальше человек уходит от источника любви, тем ему потом становится тяжелее в жизни, он впадает в состояние печали, уныния, отчаяния. Вот мы не должны уходить от нашего Бога, который является Богом любви. И поэтому, когда человек начинает поститься, надо потихонечку это делать, потихоньку. И учитывать здесь все-таки нельзя просто поститься, иметь воздержание в пище или в своих привычках. Нужно иметь всегда перед собой книгу, которую необходимо читать. Вот чтение Священного Писания, чтение Святых Отцов, оно помогает нам очень многие вещи преодолеть. Мы иногда даже не можем осознать, можем ли мы это преодолеть или нет. Но потихонечку, шаг за шагом, видя, как кто-то до нас проходил этот период, Господь нам помогает. Потому что в примере других мы назидаемся. А через назидание мы укрепляем свои силы и физические, и духовные. Взрослые во время поста отказываются от мяса, от напитков. А как быть детям? Ведь животный белок необходим для развития организма. Может, есть какие-то поблажки для детей и подростков? Если мы с вами вспомним Иоанна Крестителя, который рос в пустыне и питался акридами и диким медом, то надо подумать, а был ли там животный белок? Нельзя нашу жизнь полностью разложить логически. Нельзя все, что мы делаем в этой жизни, сделать таким образом, как эта математика 2 плюс 2 равно 4. Нет. Где тогда место для Бога? Вот здесь нужно ко всему этому подходить с рассуждением и с советом. С рассуждением и советом. Безусловно. Вспоминаем, например, пример старого праведного Иоанна Кронштадтского, который заболел и был очень при смерти. И врач сказал, батюшка, если вы не будете есть мясо, то вы умрете. Он сказал, я сам не могу принять это решение, я должен спросить разрешение у мамы. И когда он телеграмму послали маме, мама сказала, сынок, умри, но в Великом посту мясо не ешь. Он уже был священником, безусловно, взрослым. Он святым был по жизни. Но он спросил совета у мамы. И так, как мать сказала, за послушание он выполнил, остался жив, мы знаем. Поэтому здесь нельзя то, что связано с Богом, с церквью разложить все логически. С одной стороны Бог помогает, с другой стороны дьявол искушает. И мешает, рисует какие-то страшные картинки, мы не сможем, мы не преодолеем. Если с нами Бог, то нам все это под силу. Если Господь творил чудеса, ходил по водам, насыщал хлебами, столько рыбой, воскрешал, исцелял. А почему мы этого Бога в нашей жизни хотим ограничить? Он в нашей жизни присутствует настолько, насколько мы его впускаем в свою жизнь. Потому что человек спасается по непрестанной воле Бога, который хочет спасти, но по воле самого себя. Поэтому если мы сколько Бога уделяем, столько Он будет нам помогать. Хотим побольше? Пожалуйста. Но в жизни ребенка это должно быть согласие родителей и по благословению священника. Тогда у него будет все хорошо. Среда и пятница, два дня, которые мы прекрасно знаем о том, что они должны быть отдельно выделены. В монастыре мы понедельник добавляем, поскольку понедельник он бесплотным силам посвящен. А для ребенка надо помимо иметь воздержание в пище, мы знаем, что многие святые рождались и родительское молоко в среду и пятницу не вкушали. Бог один и тот же. Поэтому помимо пищи, в которой ребенок должен это чувствовать, конечно, нужно сказать, что ребенок дорогой сыночек, дорогая дочка, в период поста ограничить телевизор, ограничить возможность какого-то общения, праздновать такого общения со сверстниками. Безусловно, то, что бич сегодняшнего времени, это наши телефоны, наши гаджеты, интернет, который дает возможность выйти за рамки поста, находясь в комнате в келье. Когда мы залезем, мы начнем смотреть, осуждать, отвлекаться от мыслей поста, от той встречи, к которой мы готовимся к Перевпасхе. Поэтому здесь родители должны поговорить, понять и ребенка обсудить. Вот очень интересный такой пример, когда у нас на территории нашей епархии, Подольской, есть священник, с которым мы вместе и подьяконствовали, у владыки митрополита Ивеналия, и он женился, у него несколько детей. И вот один ребенок, на период поста у них традиция была, что они отключали телевизор и не смотрели дома. И вот такой пример, значит, ребенок подходит к маме и говорит, мам, включи телевизор. Она говорит, нельзя, сынок, пост идет. Он побегал опять, мам, ну включи телевизор. Сынок, ну нельзя, пост идет. Потом опять побегал и прибегал, мам, ну включи телевизор. Нельзя, сынок, пост идет. Мам, выключи пост, включи телевизор. Понимаете, то есть даже вот в таких каких-то моментах ребенок рассуждают. И вот здесь, а в том, что ограничивая его посмотреть телевизор, можно сказать, что ты можешь быть героем, ты можешь иметь награду. И безусловно, когда ребенок имеет такое воздержание, родителям надо подумать, а как его поощрить. И сказать ему, дорогой сыночек, дорогая дочка, за то, что ты постился, за то, что ты воздерживался. Господь дал нам возможность тебя поощрить. Не я тебя поощряю. Он постится или воздерживается не просто ради родителей, а ради того, чтобы угодить Богу. Господь дал нам возможность тебя оградить. Вот когда мы какие-то моменты такие не себе приписываем, а являемся исполнителями воли Божьей, тогда и нам легче. И совершенно другой результат бывает. Поэтому здесь вот думаю, что такой союз желания ребенка, вот родителей рассуждений, благословений церкви в лице священника, может дать каждому ребенку индивидуально. Но однозначно в среду, в пятницу мясо исключить. И если это ребенок не имеет каких-то болезней, то в пище нужно иметь ограничения, плюс, конечно, вот те гаджи, те увлечения, которые есть. Надо очень четко и прямо понимать о том, что Бог никогда в долгу не бывает. Он всегда возвращает. Вот на участие, может быть, не совсем такое прямое, но в жизни человека Бога. Меня назначили игуменом сюда. Прошел небольшой период времени. Вот я захожу на богослужение. Вот и выходит мама со школьником. Вот и он говорит, батюшка, благословите, завтра на соревнования едем. Я говорю, какое соревнование, если завтра, по-моему, в воскресенье праздник какой-то был, чуть ли не престольный праздник, святители Николая, или вот наши, связанные с обители, куда человек ходит. Я говорю, как? Батюшка, ну простите соревнования, там, то-то-то по боксу. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, помоги Господи, но немножечко как-то не идет вот в понимании того, что мы говорим, что мы верующие ходим в храм, и здесь такие вещи происходят. Они поехали на соревнования. Через какое-то промежуток времени мы встречаемся, парнишка идет в гипсер, что случилось? А руку сломали, на соревнованиях. Понимаете, вот таких, как бы, ну, примеров, их достаточное количество. Просто мы, к сожалению, не замечаем. Почему не замечаем? Потому что мы надеемся на себя, потому что мы видим себя. Мы не видим, что в той или иной ситуации, в том или ином поступке, в результате, участвует еще помимо нас. Господь, который нам помогает, вразумляет, и дьявол, который нас искушает. Вот если учитывать все это, то я думаю, что и ребенок сможет, так сказать, найти в себе силы, вот, и послушание для того, чтобы послушать, к чему призовут родители, к чему, ну, о чем будет говорить священнослужитель. Какой смысл стоит за набором строгих поздных правил? Смысла нету. Если мы это имеем просто как вот диету, если мы имеем какой-то такой трезвый образ жизни, если мы не вкладываем сюда встречу со Христом. Чем больше человек освобождает себя, свое сердце, тем больше он может ощутить присутствие Бога в его жизни. Ну, посмотрите, пожалуйста, почему люди идут и умирают за Христа, за веру. Самый простой пример девочки маленькие, вера, надежда, любовь и мать их София. Почему они умерли за Христа? Что понудило их? Представляете, они отдали жизнь за Христа, которого они не видели, они вот так не почувствовали его, они не сидели, не разговаривали с ним. Это не явилось в каком-то удобстве жизни. Это, наоборот, имело место ограничение воздержания каких-то правил, молитв. И здесь они идут, поддерживаемые матерью, и умирают за Христа. Что? Вот если мы будем иметь это желание, это же, понимаете, они шли, умирали за Христа не потому, что они вот такие печальные, сопливые все ходили. Нет. Они имели радость, они имели сил. На фоне которой все, что нам предлагалось, не шло в сравнение. Поэтому и здесь нужно немножко донести до ребенка, родителю, о том, что такое пост, для чего он нужен. Как он не только вот к периоду Пасхи тебя подготовит, какой он след оставит во всей твоей жизни и этой жизни. А если еще родители смогут немножечко объяснить, рассказать ребенку о вечной жизни, о вечности, вот тогда это честь и хвала таким родителям. Но, конечно, в семье должно быть понимание цели жизни человека. А что важнее во время поста? Соблюдать строгость в отказе от пищи и поступков или постоянная молитва? Вы знаете, у каждого человека есть свои моменты, свои особенности, свои нюансы. Для кого-то легче иметь воздержание от поступков, для кого-то легче воздержаться в пище. Здесь везде индивидуальный момент, но надо с чего-то начинать. И только в личной беседе священник или родитель может сделать акцент. Ведь можно начать с поступков, ограничить себя в поступке. Но если человек, например, ограничивает себя в чем? Первая неделя Великого Поста. Он занимается спортом. Он говорит, я на первой неделе заниматься не буду спортом. Он ограничивает. Но если я на первой неделе не занимаюсь спортом, ну, может быть, мне не надо так много есть. То есть, и вот эта цепочка, ее одно с другим связано. Если мы имеем цель Христа, то невозможно. Это как, знаете, в том рассказе, когда человек опаздывает, и лодочник начинает переводить его, значит, этого пассажира, значит, через реку. Два весла, он на веслах. Труд и молитва. И он говорит, ну, зачем тебе молитва-то? Труд-то я понимаю, но молитва-то тебе зачем? Тогда лодочник берет весло, где написано молитву должен, положил в лодку и на одну. Он говорит, нет, нет, давай поставь, мы быстрее так доплывем. Поэтому все, что говорит церковь, оно имеет опыт. И оно уже через сотни, тысячи, миллионы людей этот опыт прошел. И поэтому сказать, это важно это или нет, в начале какого-то периода мы можем акцент сделать. Но в дальнейшем человек, который окунется, который почувствует сладость в присутствии Христа, он просто сам поймет, что и это, и это без них невозможно. Если родители не придерживаются поста, а ребенок хочет, как объяснить взрослому свое желание? Ну, вы знаете, здесь, конечно, нужно понять немножко и возраст ребенка. Если это там 5-7 лет, и ребенок где-то увидел, услышал, может быть, с кем-то он дружит, и в этой дружбе его друг или там одноклассница, однокрупница в садике сказали о том, что мы вот постим. Ребенок говорит, я тоже хочу поститься, а папа с мамой не постится. Но здесь тогда нужно как-то помочь этому ребенку, если в родителях нету понимания и поддержки, помочь встретиться либо с папой, с мамой этого друга, либо там однокрупницей, либо со священником. Для того, чтобы подсказать, что этот ребенок, если он не находит понимания у родителей, а имеет такое желание, надо понять, что от его поста, от его воздержания родители в его жизни увидят какие-то положительные моменты, которые принесут родителям радость. Тогда и родители потихонечку втянутся, будут поддерживать. Но здесь, конечно, без согласия родителей в чем-то оградить ребенка очень сложно. Но ребенок и сам может принять. А я не буду ругаться, я буду послушание проявлять родителям, а я не пойду там туда-то, а я не буду там что-то такое делать. Или наоборот, буду помогать родителям. Вот какой-то можно найти момент, который Господь даст возможность для того, чтобы у ребенка это было фундаментом для дальнейшего шага. Ну, это достаточно как бы и просто, и сложно. Но везде индивидуально. А почему считается обязательным хотя бы раз причаститься на литургии прежде освященных даров? Понимаете, литургия прежде освященных даров само по себе название говорит о том, что дары освящаются, хлеб и вино превращаются в тело крови Спасителя на другом богослужении. Такое вот, прямо сказать, что на литургии прежде освященных даров, такого нет. Просто на литургии прежде освященных даров они причащают младенцев с пониманием того, что сам процесс подготовки освященных даров, они находятся в сухом состоянии, после приготовления не высушиваются, находятся на престоле. И для того, чтобы совершать богослужение, причаститься, священник благословляет вино, и вино добавляется в чашу, где находятся вот эти частицы. Вот, или вернее, в вино опускаются эти частицы. Вот, и ребенку он не может, маленький младенчик, проглотить частичью, а вином как бы не причащают. Но вот обязательно на прежде освященных нет. Здесь может быть только один момент. Последование богослужения прежде освященных, оно немножечко имеет такой постовой, аскетический характер. И когда человек, находясь на богослужении, прочувствует последовательность этого богослужения, то в конце богослужения естественным желанием его будет причаститься, соединиться, встретиться со Христом. Вот эта мотивация может быть. А вы помните свой первый пост? Как он у вас проходил? Пост проходил сложно. Немножко, с одной стороны, капризно. Но с учетом того, что я не старший в семье, а пятый, то старшие помогали мне своим примером его преодолевать. Как ранее сказал, что в период поста у нас не было телевизора, в принципе. Да, и телевизор был только у соседей. И если не было поста, не было праздника, то мы должны были сделать уроки, порядок в комнате должен быть, мы не должны иметь замечаний от мамы. Тогда нам разрешалось к соседям пойти посмотреть, там мультик какой-то был или сказку. А в период поста об этом даже разговора не было. В период поста на этом было просто табу. Мы имели возможность, и акцент делался на чтении Священного Писания. Акцент делался на внутреннем воспитании. То есть мы имели возможность общаться между собой. Мы имели возможность, поскольку никуда не ходили, мы имели возможность подготовки к школе. Старшие братья и сестры, они вообще очень внимательно относились, и они шли на занятия, они уже знали урок. Какие-то только аспекты, моменты преподаватель мог донести. Поэтому вот и сложно в том смысле, что личностно перенести, но как-то так легче было, потому что старшие вокруг тебя все именно эту традицию, этот обычай было в нашей семье. Вы являетесь настоятельным монастыря уже более 10 лет. Происходили ли какие-то чудесные события, связанные с Великим Постом и наступающей за ним Великой Пасхой? Ну, вы знаете, вот очень интересный момент. Мы настолько стали жить какими-то масштабами, что забываем о том, что чудо происходит каждый день, начиная с того, что мы открыли глаза. У нас, как я обозначил, уже достаточно первая неделя Великого Поста строгая. Кто-то пьет святую водичку и просворочку в течение недели, и при этом чувствует себя достаточно хорошо, слава Богу. При этом в течение суток по 7-8-9 часов, находясь на богослужении, плюс еще кто имеет возможность, желание, совершает какое-то свое келейное правило. Да, а это не чудо. Если говорить о чуде для тех, кого-то как бы привлечь, как реклама, наверное, немножечко, может быть, сложно будет. Но то, что дети встречают с радостью праздник Пасхи, это чудо. Само слово «Христос воскресе», оно имеет какую-то такую живительную силу, когда ты забываешь, кто стоит напротив тебя, и это не имеет значения. Ребенок, взрослый человек, бабушка, дедушка имеет запах от этого человека или немец. Тебе хочется обнять его. Если ты готовишься к празднику Пасхи, праздник Пасхи, ты встречаешь в таком состоянии. А это не чудо. Если я просто имею диету, я красуюсь собой. Я стройный, я подтянутый. Это какая-то твоя личностная эгоистическая радость. А когда ты спастишься ради того, чтобы встретить Христа, то совершается чудо. Каждый человек, который есть образ и подобие Христа, он является Христом для тебя. И ты говоришь ему «Христос воскресе», он говорит «воистину воскресе». И внутри тебя загорается какой-то огонек, который дает тебе возможность жить и преодолевать те трудности, которые другие не могут справиться. А в этом нет чуда. Что я могу чем-то ограничить себя, чем-то поделиться. И при этом иметь внутреннюю самодостаточность во Христе. Если поститься, не развивая себя в чувство любви, любви, о которой говорит Христос, то это не будет постом. Это не будет каким-то чудом. Когда ты постишься и стараешься делать Богу угодно, а Бог наш и Бог любви, то мы с окружающим, не только людьми, а со всем миром окружающим нас, сотворенным, делимся любовью, которая нам возвращается. Это чудо. Здесь происходит просто преображение. Вот люди заходят в монастырь и говорят «Ой, как у вас хорошо». Ну а что хорошо? Ну у нас есть замки, у нас есть какие-то, так сказать, красивые места архитектурные, ландшафтные, парки, где лучше и достойнее, чем у нас. Но что-то вот говорит «Как хорошо, как спокойно на душе». А это не чудо. И это чудо, вот это спокойствие, оно приобретается тем раскладом, тем распорядком дня, тем желанием, с которым живут люди. Здесь нет святых людей. Нет святых людей. Монастырь особенно, знаете, как больница. Человек приходит в больницу с одним диагнозом, врачи начинают обследование, говорят «Ой, у тебя еще вот это, вот это, вот это болит». И тебе надо лечиться, а ты как-то живешь, оказывается. И ты приходишь в монастырь, вроде бы какой-то проблем или с каким-то нуждой, с какой-то приходишь. А человек начинает жить и думает «Ничего себе, я не могу не видеть ближнего, не послушание иметь, ни какого-то доброго дела, не подняться, ни воздержание иметь, а я живу». А почему я живу? Кто-то имеет достаток во всем, умирает, а я живу. Здесь надо задуматься. Когда человек задумывается, находясь в монастыре, особенно в период поста, тогда происходит чудо. Человек начинает понимать, кто он есть. И тогда он способен на любой подвиг. Чудо вот прям так под Пасху. Я вспоминаю случай один Георгий, сын у него Даниил. Он не разговаривал до четырех с половиной лет. Это было где-то в 2009, наверное, году. Они ехали из Москвы, у них бизнес был, а под Чеховым дача. И вот они ехали на дачу, заехали к нам сюда, в монастырь. Дани вместе с папой приложились к мощам преподобного, к святынькам. Сели в машину и поехали. А старшая дочка их говорит, пап, ты же обещал чупа-чупс. А тогда они только в ларке находились в самом поселке. Папа на машине разворачивается, поехали, купили чупа-чупс. Едут назад, проезжают мимо монастыря. И мама говорит, Дань, ну что ты сходил в монастырь-то там, что там, хоть расскажи. И прямо вот на самом изгибе, самом близком расстоянии дороги к монастырю Даня начинает говорить. И спустя несколько лет Никита Сергеевич Михалков посещал. И как раз этот Даня оказался здесь. Когда он встретился, я говорю, вот живой пример такой помощи Божией. И сам ребенок этот стих ему рассказал уже, Дань. Он просто расплакался до невозможности от того, что Господь нас на каждом шаге посылает какое-то чудо. Мы знаем, что не так давно вы посещали республики Набаса с коммунитарной помощью. Как там происходит подготовка к Великому посту и Пасхе? Ну, цель нашего визита была, это первая поездка у меня была, именно посмотреть, познакомиться, вот взглянуть в та нужда, которая там присутствует и чем мы можем помочь. Нашу делегацию возглавлял председатель Совета депутатов нашего городского округа по поручению главы. Мы присоединились к их гуманитарной помощи, поскольку только прошел период Рождества, Крещения. Вот мы решили вот со своей стороны, поскольку посещение было общеобразовательной школы в Луганске и Снежной, там мы посещали школу-интернат. Вот общее количество детей, с которыми мы встретились, это порядка 700 человек. Вот по такой традиции, как бы праздника Рождества и вот этого новогоднего периода, мы смогли приобрести набор шоколадных конфет и раздали детям. Мы, конечно, не задавали вопрос конкретно о Пасхе, но не однажды при встрече с детворой, которая достаточно активно нас просто, вот знаете, обступала для того, чтобы пообщаться, я задавал вопрос, а вы в храм ходите, а вы молитесь? Вот это было приятно, что среди учащихся были те, кто, по крайней мере, вот в общении говорили о том, что не только ходят, но они посещают алтар, они алтар несут послушание в храме. У кого-то родители трудятся в храме, посещают храм. Поэтому вопрос веры у них достаточно яркий. Плюс, подойдя, например, в общепрозавательную школу, здороваясь со всеми членами делегации, когда директора подошла к священнику ко мне, она сложила руку и взяла благословение. Это говорит о многом в светском учебном заведении, что у человека такая личностная позиция. Поэтому, конечно, период поста каким-то образом выделяется в школе по-разному. Это может быть ограничение или перенос каких-то усилительных мероприятий с первой недели Великого поста, со среды и с пятницы, для того, чтобы незаметно даже, может быть, для кого-то, кто не готов еще принять, но вот таким образом может быть подготовка и понимание того, что идет период Великого поста. Само общение с детьми, конечно, детишки, вы знаете, очень общительные и отзывчивые. Я буквально в школе, проходя в спортзал с делегацией, увидел, что открыта одна аудитория, а преподавателя еще не было. Буквально несколько минут задержка в присутствии преподавателя была. И я заглянул туда, поздоровался, услышал дружный такой ответ. Я говорю, что у вас за предмет, какой преподаватель? Они сказали английский. Ну, я поздоровался с ними и по-гречески, и несколько вопросов на греческом языке спросил. И после этого догнал делегацию. Мы пошли в спортзал, там необходимо было какие-то моменты посмотреть. А потом у нас была встреча общешкольная в октовом зале. И когда мне дали слово, я сказал о том, что с кем-то я из вас уже встречался. И вот эти шестой класс, в который я зашел, да, они с места крикнули такое замечательное слово, которое до слез. Мы вас любим. Вот вопрос, понимаете, как я не могу сказать, не присутствовал еще, не спрашивал, не было такой возможности. Но дети готовы к тому, чтобы услышать о Христе. Дети живут этим. Вот, когда видишь здания, которые в себе несут следы обстрела, вот, повреждений, то, конечно, понимаешь, что о чем другом могли они просить, находясь в своих домах, в подвалах, для того, чтобы остаться жизнью. Конечно, они прибегали к Богу. Суета где-то оттягивает, но в целом все равно память об этом остается. Спасибо вам за интересную беседу. Мы просим вас обратиться к домодельским подросткам с нагустными словами в преддверии Великого Поста. Благодарю их за возможность немножко поделиться своими мыслями. Вот, хотелось бы пожелать, чтобы ребята, которые увидят нашу беседу, немножко задумались о смысле жизни. Для чего они совершают эти поступки. Как поступки, как мысли, которыми вы живете, дорогие ребята, могут материализоваться и какое последствие они будут иметь в вашей жизни, например, через 20, через 30 лет. Какие семена, какие зернышки сегодня вы в своей жизни посадили среди своих близких в своей жизни. Вот такие всходы, такие плоды у вас и будут. Если эти плоды будут связаны с Богом, то Господь поможет, чтобы эти плоды принесли вам радость. Поэтому имейте воздержание, сами ограничьте в том, что можете себе позволить. Если у кого-то хватит сил, спросите у родителей, спросите у священнослужителей. Они подскажут только доброе и полезное для вас. Если вы сможете это выполнить, то вы почувствуете, что такое пост, вы почувствуете, что такое радость быть со Христом. Желаю всем здоровья и помощи Божьей. А я напомню, что сегодня в стенах монастыря Вознесенской Давидовой пустыни мы разговаривали с настоятелем и куменом Сергием. Всего вам самого доброго.